всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала так ну что дорогие друзья сегодня у нас на ужин спагетти паста фитакса салата овощи там много чего немножечко сарделек немножко уже слиплись давай накладывай быстрее что сарделка понравилась да детки вам сразу по сарделечке я хочу сарделек да ты положи он там разберется я хотела сама себе что ты хотел сама положить что любимой доченьки положить ручки салатики у нас нас только что салат я вот недавно салат ела какого-то да и чё вкусный там авокадо перец помидоры огурцы кукуруза капуста там не хватит куда-то там же есть и капуста и что вы мама мама вообще вот эту пасту нужно кушать сразу минут на десять она простояла пока ваша пришел с папой с брейданса вот я и хватило что немножко уже схватиться вкус я думаю от этого не поменялся также у нас здесь морсик у нас здесь сегодня клубника клубника клюква взбивала потому что что тебе тесно разве а мы чем забыли разбернуть кстати что-то я так торопился наслаждение до наслаждение называется по секрету всему свету на обожаю я думаю что лёшке тоже очень нравится да я чуть-чуть кстати если ты не будешь есть салат сына у тебя силы не будет имею ввиду так летом ты там будешь любом случае соревноваться потому что там удобнее да у тебя потому что там англии этот английский пересекается с атлетикой уже как бы не очень хорошо то что три часа у тебя занятия тренировка по атлетике там тоже как бы не очень хорошо лучше как бы ближе к петилу вечером она доча давай не будем загадывать я думаю пройдет немного времени мы определимся куда ты будешь ходить наверняка давайте салат положу на 3 а я определюсь я буду ходить я определюсь я уже определюсь я буду с евой ну потому что это твоя подружка со школы да может еще разница и там баба Люда рядом живет да баба Люда что ну живет она там рядом и что от этого там знаешь почему вы долго там заниматься не будет нет ты не поняла вы занимаетесь в авангарде авангард закрывают его уже по факту закрыли на ремонт просто еще не успели весь объем закрыть вот этого авангардом оставили чуть-чуть для легкой атлетики но буквально мама сказала что весной или примерно что-то плюс-минус месяц может это может быть таки весной вы переедете в строительный технику вы не будете туда ходить в авангард то есть ты по факту походишь немного вас переведут строительный техникум а там уже баба Люда не рядом ничего ты просто так акцентировала что там баба Люда рядом типа давай свою тему она будет у нас ходить в Газпром на легкую атлетику где два шага а знаешь почему там лучше ходить туда потому что во первых там новый спортзал в авангарде он разваливается все в плесени в строительный техникум вам готовят в подвале в подвале готовят вам площадку для занятия вторительного техникума что мама с тренерами хорошо говоря мы хотим записать на легкую атлетику твоя бабушка разговаривала с тренерами гимнастикой мы завязали я просто зрителям объясняю а то вот там между собой что-то говорить а никто ничего не понимает о чему давай рассказывай надо же разъяснить так зрителям интересно хорошо ладно мама соображает давай давай что надо ей когда говорить давай говорю рассказывай я уже рассказала так быстро я думал тут прям так начать я думал сейчас какой-то серьезный прям там расклад с зрителем выложится ну ладно короче легкая атлетика у нас теперь я бы конечно в идеале в бассейн Даша не хочет бассейн всем спасибо всем пока ты что все что ли ну ты реактивная я даже сардельку еще не приступил я смотрю павлик то сардельку то все таки ест ну как они быстро слипаются здесь на это уже слиплись это сыр получается он остывает и все и колон стоит опять ему много не надо чтобы застынуть ммм всем спасибо всем пока ты салатик то почему не поелся закрыла бы короче канал дети наши есть вообще не едят а разговоры ни о чем как вообще есть у нас ночь не понимаю ммм вообще похоже что мы просто разговариваем о своем семейном о чем ну и что они вообще не едят ничего так все капец паша он самый голодный сидел в итоге две минуты паша он как обычно он много не ест знаешь почему потому что он оставляет место всегда для своего любимого вечернего ужина ну и ты знаешь что это за вечерний ужин некоторые зрители тоже знают которые у нас постоянно смотрят это кефир с отрубями не знаю никогда бы не подумал что ребенку будет нравиться так сильно кефир с отрубями короче говоря я все таки подумала вот эти вот спагетти лучше с макаронами делать а лучше вообще не делать это херня это я лучше ой мама мама я просто готовить не умею почему вот так вот все получается в плане то что они слиплись ну да причем тут мне не умеет и хоть любой шок повар их приготовит они полежат чуть-чуть и они слипнутся мне кажется чтобы я просто сварила спагетти посыпала их сыром они бы с удовольствием ели почему такого вообще есть не стоит мне кажется то же самое ну здесь во-первых сыр другой а ты раз во-вторых тут специи чеснок помидоры это очень вкусно это вкусно тебе но не вкусно детям ну не знаю мне кажется Даша вообще есть не стала у тебя тут у нее спроси вот после видео она скажет не готовь больше так может спросим у Даши ну давай Паша Даша подойди на секундочку она может не правду сказать Доченька скажи честно тебе понравилось это блюдо или не очень мне все чуть расстроилась кстати после болезни дети стали очень мало кушать потому что они недавно переболели и Тимур вил ну может быть это и к лучшему зачем объедаться маленьким детям ну да они вот по две ложки съедают и наедаются ну это кстати хорошо да ты пьешь вот может будешь ну если честно я пить не хочу пока что не исключено что буду попозже ну вот все что осталось уже выкидывать надо я на работу заберу ты что выкидывать смесь ну что ты будешь есть кирпичи я буду есть я разогрею в духовке он расплавится сыр и буду есть ну конечно я так приготовил и съел любую еду по хорошему приготовил и съел хотя нет больше на следующий день всегда вкуснее у нас я тебе что заметила он больше любит муганги смотреть с детьми мы сейчас с тобой в своем сидим мне кажется уже половина повырубала ну я точно тебе могу сказать мне нравится наблюдать за маленькими детками и наши как эти все спасибо всем пока да им некогда раньше как-то они подольше сидели а сейчас они как-то это точно им некогда смотри пишите свои идеи чтобы нам такое приготовить вот я сегодня думала что бы такое приготовить вкусненько думала картошку по-деревенски но картошки думаю нет я принесу сюда думала с крылышками как-нибудь вкусненько запечь хотела еще эти наггетсы давно не делали думала шаурму для шаурмы тоже вообще ничего нет у нас это холодник опустил вот это план я понимаю а сделала то что вот есть просто наполеоновский тут шаурмы захотелось опять надо повторить что я хотела тебе по поводу гриля спросить ну слушаю там есть такой режим чтобы просто включила чтобы просто она работала всегда была нагрена чтобы я открывала крышком засовывала опускала есть и так поочередно мне вот такой нужный режим ты мне потом покажешь покажу там он видишь эту бумажечку такой пластик заламинированную там цветовая давай потом после вери ты мне просто откроешь и покажешь хорошо ну тогда объяснил мне что ничего не правильно ну так согласен тебе надо наглядно показывать бабушка звонит до меня сейчас не смогла дозвониться до паблика дозвонилась у бабушки если она не дозванивается до Паши до Дениса до сына своего следующий у нее пункт это звонок Паши если до Паши не дозванивается то пункты на этом заканчиваются звонить больше почему у нее теперь есть телефон Даши а уже есть Даша записала она спустя слово год она записала номер Даши но знаете она есть номер Даши почему год а сколько у Даши телефон мы же вот летом взяли номер а не летом да летом бабушка ну она спустя полгода почти она решила записать телефон своей внучке но звонить она ей не будет я прям 100% уверена у нее Денис Паша Денис Паша а мама иногда еще третий пункт изредка нет спасибо все было вкусно вот то что мне нравится в пасте она сытная очень вкусная очень калорийная поэтому перед сном нежелательно ее кушать ее желательно кушать вот как бы в лучшем суть ну днем в обед вообще идеально потому что на много калориев они к вечеру уже как бы сожгутся а вот на ночь глядя не стоит наверное а то будете потом как я такой толстенький плотненький да я толстенький или плотненький дорогая моя толстый вот я толстый видите ну что поделать зато ты у нас тройненькая кто тоже должен быть в семье толстый я могу вам сказать одно я могу сказать одно а подумать совершенно другое я сказала что ты толстый сейчас язык мой враг мой подумала я совершенно другое а что подумала в таком у меня временный характер что подумала такой подумала что ты нормальный сказала что ты толстый интересная логика у меня испортилось настроение потому что все слипло как вот мне легко испортить настроение почему я такая вкусно а еще дети плохо поели тоже у меня испортилось оно ужас так жить палец покажи тут же говорила что это наоборот хорошо что дети ну как бы перестали объедаться тут немножко поели наелись и вышли из-за стола да просто нахт пройдет час они опять прибегут на кухню и будут что-нибудь просить для кого-то другой это идеальное питание вот кто понимает вообще в здоровом питании что так наоборот ну если легенькое что-то типа отрубей с кефиром то можно и ну и прям не ночью конечно но вечером ладно ну что дорогие друзья если вам понравилось сегодняшнее видео ставьте лайки подписывайтесь кстати если вы сможете это сделать на наш инстаграм кто не может подписаться пишите в комментариях что мы не можем это сделать и вообще поменяйте ссылку я же менял уже ну переходите что-нибудь не знаю что происходит на наш второй канал тоже если не можете подписаться тоже пишите мы там пойдем смотреть что-то делать спасать эти ссылки ну что дорогие наши до новых встреч скорых дней всем пока-пока 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 пока-пока